Привет, дорогие друзья, с вами Ева, и я играю на скрипке более 20 лет, и сегодня я отвечаю на вопросы из видео, которое вызвало ажиотаж на моём канале, почему скрипка самый сложный инструмент. Поехали! Комментарии от Данчик даже. Я не могу выучить этот риф, что-то там не получается, да, то есть у гитаристов хотя бы есть лады, хотя бы есть какая-то структура, можно всё-таки упростить себе жизнь. В скрипке этого нет, естественно, трудозатрат намного больше, поэтому, ребята-гитаристы, не отчаиваемся, а продолжаем заниматься, даже когда вам этого не хочется. В любом случае, смотрите все видео музыкальные, вам это пригодится, это развивает ваш кругозор, вы становитесь очень таким образованным музыкантом, так что неважно, какое видео вы смотрите, про скрипку, про флейту, про гитару. Я, кстати, смотрю видео про гитаристов, и это очень помогает мне также в моём профессиональном деле, так что давайте-давайте, развивайтесь! Комментарий, анимешник, я, бю, не знаю, что это значит. Скрипачи, нужно рассчитывать расстояние и запоминать, куда ставить пальцы. Я, нет, нужно просто нарисовать лады. Слушайте, да, в музыкальной школе мы делаем для деток наклейки на первый и третий лад, если можно так сказать, для первой и третьей позиции, да, второй не делаем, потому что, ну, всё-таки надо начать думать, да, где хотя бы второй палец ставить близко к третьему или к первому, чтобы немножко мозги развивались. Можно себе сделать наклейки на четвёртый, на пятый, на какой хотите, всё это можно сделать, а также в салоне хенклевсты вы можете купить специальные наклейки на гриф, если вам это удобно, вы решили, что вам так комфортно. Конечно же, для начала рекомендую, очень полезно, очень может вам помочь на начальном этапе, да, но если бы всё было так просто, то сразу бы человек, который наклеил себе лады, играл чисто, и всё было бы замечательно. Но вы прекрасно знаете, что малейшее движение пальца, если вы первый палец оттягиваете, и вроде бы всё нормально, но почему-то звучит нотка высоко, то вы понимаете, ага, вам нужна растяжка, ещё потянуть немножко или руку как-то повернуть, да, то есть вы понимаете, что всё-таки лады, полосочки не всегда помогают. То есть нужно заниматься, нужно практиковаться, отрабатывать элементы постановки, ну, гамма-упражнение это святое, вы же прекрасно это понимаете, этого не избежать. Поэтому такой неоднозначный ответ, да, лады можно сделать, они помогут, но чтобы была чистая интонация, надо заниматься, это правда. И, конечно же, комментарии от духовиков, Devoto Arie 5, 2, 7, 4. Я волторист и просто сделаю вид, что не видела этого. Кстати, один из лучших комментариев, потому что это правда. Вот скрипка сложный инструмент, это реально, но для меня духовые это всегда был тёмный лес, особенно, особенно что касается таких профессиональных инструментов, так, обидела, плохо сказала, профессиональных, ну, инструментов, которые используются в оркестре, потому что у них там по нотам вот это играть, этот мрак, скажу честно, это очень сложно вообще, то есть волторна, труба, тромбон, для меня это такой тёмный лес, это на самом деле сложно, это не так, как вам кажется, что играют одну мелодию и всё прекрасно, нет, там очень много своих нюансов. И волторна как раз-таки является одним из сложнейших инструментов, это правда. У меня есть знакомые волторнисты, которые в оркестре играют, и да-да, я знаю, какая-то кухня, и скажу честно, волторна очень сложно, правда. А вот этот комментарий, который на самом деле вызывает у меня восхищение, потому что это абсолютная правда. Бетховен студент пишет, многие уговаривают, что мне не получится научиться играть на скрипке, всё потому, что мне уже 18, а не 4 года, но скоро докажу, что всё это неверно, научиться можно когда угодно, если есть сильное желание и терпение. Благодарю вас за этот видеоролик, действительно было полезно для меня, много нового узнал. Да, это абсолютная правда, с которой я согласна. Я сама довольно-таки поздно пошла обучаться в скрипке в 9 лет, это уже так старенькое, условно, для скрипачей профессиональных. И если есть сильное желание, то можно всё освоить. Да, конечно, это не будет супер профессиональный уровень для Карнеги Холла, да, но это реально, реально играть хорошо. Пример, мои ученики. Я реально восхищаюсь, смотрю, как можно во взрослом возрасте научиться какую-то мелодию, освоить более-менее какие-то техники, где-то шеи, где-то легато, вибрато красивое. И я понимаю, что да, это реально, если человек хочет, если у него есть огромное желание, у него всё получится. У меня это же самые были проблемы с вибрато, например, я не вибрировала долго, у меня не получалось. У нас была такая система обучения, что, ну, либо ребёнок завибрирует, да, красивая вибрация будет, либо нет. То есть это якобы природная музыкальность, подтверждение природной музыкальности. И потом было очень смешно наблюдать, как те люди, которые говорили, что я не музыкальная, потом там, браво, класс, слушай, супер, ты такая талантливая. Это очень смешно, потому что музыкальность, она есть в каждом человеке. Нет такого, что вот человек не музыкальный. Есть просто люди, у которых это сразу природа, вот его прёт, как говорится, да, а есть люди, у которых это спрятано, потому что музыкальность — это как речь. То есть каждый из нас может говорить, да, разговаривать на своём языке. Тоже самое музыкальность. У кого-то она может просто где-то закопанная, её надо развивать, доставать, да, а у кого-то она на поверхности, и из него вот это прёт, эта энергия, всё, он весь такой музыкальный, и легко у него все получается. На самом деле, это очень относительное понятие, поэтому, если вам нравится, если вы хотите заниматься, если у вас есть огромное желание, конечно же, нет преград, вперед, играем, занимаемся, развиваемся, у вас все получится, и потом, когда вы сыграете хотя бы пять крутых мелодий, простых, в первой позиции, вы ощутите такой восторг, такую радость от творчества, что ничто вам в жизни этого не заменит. Это очень заставляет огромное удовольствие, когда вы достигаете каких-то результатов в своем любимом деле. Это очень классно. Классный вопрос. Ростислав Красильников, Ш4Н. Интересное название. Я когда выступала в музыкальном магазине, с гитарной партией решил взять скрипку попробовать. Так вот, объясните, почему, когда я стала водить смычком под зажатым открытым струном, звука вообще не было? Вау, да-да-да, у нас уже была такая ситуация в салоне, когда покупают новый инструмент, и потом звонят нам и говорят, скрипка не играет, что-то у вас там не работает, смычок, вообще нет звука, а что делать, да? На самом деле все очень-очень просто. Но вы помните, что нужно использовать канифоль, да? Кстати, отличная канифолька. Кто любит такую более цепляющую, кстати, похожую на Цицилию, Андреа Цицилия, аналог. Используем на смычок всегда канифоль. Александрос Вален Розин. Классная канифолька, есть премиум, есть обычная. Мне нравится обычная, потому что она очень мягкая такая, подходит для электроинструментов. А вот эту, которая более цепляет звук, ее можно использовать для концертов соло, если у вас специальность вы сдаете, ну, то есть игра соло, очень классно звучит. Для оркестра я люблю тоже вот более мягкую, предпочитаю, но вот это очень интересная версия, более яркая, я бы назвала так, есть канифоль оркестра, есть канифоль соло, да? То есть более мягкая такая и более яркая, подчеркивающая звук. Используем канифоль, ребята, конечно же. Есть очень много нюансов, у которых человек может не знать, а потом удивляется, почему звучит, почему не звучит. Смычок новый, никогда не продается уже с канифолью, всегда новый волос, поэтому 7-10 минут мы всегда канифолим смычок, потом, конечно, это занимает меньше времени, там буквально 30 секунд, полминутки, 30 секунд, минутку, кто как хочет. Но первый раз мы канифолим смычок довольно-таки долго, это нормально, поэтому звука и не было. Интересный комментарий под ником АХАХА. АХАХАХА, не знаю, как правильно почитать, сколько этих ХА. АЛО, все инструменты сложные, вот учусь в музыкальном колледже, и все одинаково парятся над своей программой. Что я пианист, что моя подруга скрипачка, но дело в том, что на скрипке ты можешь играть одну партию, а пианист в обоих руках звучит, звук извлекается, и это может давать массу трудностей. Конечно, пианист не будет играть скрипичную партию, либо это легче легкого на фортепиано. Взять этюд Ла Кампанеллу Паганини и Листа, который я сделал, и сделал этот этюд для фоно. Этот этюд, я считаю, одним из сложнейших фортепианных произведений, что я знаю. Вы сравниваете Когана и Рихтера, оба генерных музыканта, но это не значит, что Коган гораздо круче Рихтера, потому что он играет на скрипке. Абсурд, не так ли? Освоить пианино так же сложно, как и скрипку, если речь идет о качественной игре, а не бессимистерном наборе нот. Согласна, кстати. Хотел бы дополнить, что на скрипке скорее сложно именно начать все движения, отрабатываться до автоматизма, и потом уже не задумываешься о том, как взять скрипку, как поставить смычок. Очень бесит, когда ты пианист, очень долго будешь произведение на камерное, твоя скрипачка берет и читает это свистать, и такой, да, в смысле, так нечестно, ведь оценка у нас одинаковая будет. Очень хотел бы прочитать мнение автора канала насчет моих слов. Вау, да, 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 слушайте, столько сразу у меня мысли в голове, вы абсолютно правы, да. Есть такое понятие, как порог вхождения, можно так назвать. На фортепиано это очень легко, то есть начать может каждый, все прекрасно, все замечательно, но самое трешное начинается потом, когда вас начинают обучать нотам, и вы не изучаете больше нот, особенно, знаете, меня восхищают пианисты, которые у дирижеров в балете, и которые у дирижеров работают. Там у них какие-то партии сумасшедшие, они играют кучу всяких голосов, там некоторые нужно выкинуть, некоторые вычеркнуть, это все на ходу, у них мозг, как компьютер, они играют очень сложное произведение, причем с листа у них огромные репертуары, то есть для меня это всегда был уровень, большинство вот этих пианистов, которые в балете работают, с хореографами, либо вот оркестровик, да, симфоническую партитуру, на фортепиано нужно сыграть, там нужно еще уметь среди всего вот этого черного выбрать какие-то основные партии, да, потому что там бывает такое, что нереально все сыграть в пальцах не хватает, да, да, это правда, на фортепиано начать намного проще, но потом усложняется, усложняется, и дальше с профессионализмом почему-то как-то легче не становится, особенно что касается игры по нотам, там постоянно какие-то новые навороты, постоянно расширяются вот эти возможности, то скачки новые, то какие-то необычные там легато, полифония какая-то сложная, да, на скрипке же наоборот, очень сложно начать, вот правильно, да, вот если правильная постановка, это все так мучительно, две ноты, там с вас все смеются, всю музыкальную школу, что вы там скрипите, хотя вы довольно-таки хорошо справляетесь, терпите эти унижения, постоянно вас дразнят, что вот кто-то играет пианиц, сыграл произведение, это вау, а вы две нотки, где-то поскрипели случайно, и вас уже не любят, это все тоже мы проходим через унижение, но, если уже скрипачица прошел, если он научился, то потом уже он играет на автомате, даже если он полжизни не будет играть, он потом, через полжизни, возьмет скрипку изыграет прекрасно, понятное дело, уже может быть техника полетит на какой-то процент, но все равно это будет здорово, красиво, фортепиано наоборот, как снежный ком, все сложнее и сложнее, да, а насчет камерного ансамбля, это вообще очень субъективно, да, ну с одной стороны, мы можем прочитать партию с листа, да, но все равно нам так и так нужно расставлять аппликатуру и штрихи, вам кажется, часто пианистам, что вот мы сыграли, все прекрасно, но на самом деле мы-то понимаем, что это не идеально, чтобы это звучало нормально, нужно потратить время на расставление штрихов и на расставление хорошей аппликатуры, а не так, что это просто голые ноты сыграли, ладно, пойдем сдавать экзамены, да, в теории как бы это должно быть легко и просто, и в теории ты сразу стараешься подобрать аппликатуру, аппликатуру и штрихи, но на самом деле работа заключается как раз таки в том, что ее никто не видит, мы сидим подбираем очень много штрихов, комбинаций различных, и если вы, например, пианисты, решили на экзамене ГОС взять какой-то быстрее темп, нам приходится менять штрихи, потому что в связи с концепцией произведения это не будет звучать так, как надо, и у нас зависит штрих от темпа, а пианистам что-то стукнуло в голову, они решили взять темп медленнее, все, там сразу звука нет, у меня была такая ситуация, что готовили программу к госэкзамену, и учительница постоянно меня там унижала, что там ты не можешь громче сыграть, что это такое, а там как бы элементарно, лиги на легато невозможно издать очень сильно много звука, а у пианиста там идет такая партия насыщенная, да, клац они по клавишам, как бы, да, чувствуете разницу в штрихах, а у скрипачей сложность сыграть очень много на лигу нот, громко, это мастерство, вот это мастерство, не то, что там техника, не то, что пальцы бегают, а вот мастерство в этом, и получилось так, что не хватало звука, вот просто вот не хватало, у меня пианистка была такая мощная девушка такая, габаритная, и как бы звучало все громче, и постоянно меня вот тюкали, что звука не хватает, в итоге ансамблью как бы хорошо сдали, но так, я ожидала большего, честно, и часто бывает так, что из-за того, что неграмотность педагога, да, который не всегда соображает в нюансах, бывает и такое, да, честно скажу, отсутствие у пианистов такого навыка, как игра в ансамбле, я вам скажу, это правда, очень многие скрипачи страдают от этого, потому что пианисты, они звезды привыкли, сами-сами, у нас тоже так обучают как солистов, но пианисты не умеют часто слушать, и только если у них есть концептмейстерский опыт, если они где-то работают уже с детками в музыкальной школе, это будут более грамотные люди, чем человек, который просто учится в консерватории, и просто сдаёт там программы, играет где-то, ну, почувствуете разницу, потом на самом деле есть такая проблема, и я считаю, что это проблема также самих пианистов, что они не умеют как бы играть в ансамбле, да, ну, поэтому скользкий вопрос, сравнивать когда в ансамблевая игра, это работа уже такая более коммуникативная, как там люди сошлись, иногда бывает люди там не сойдутся, и сложные темпераменты, кто-то спокойный более, кто-то наоборот импульсивный, да, и нужно ещё программу подбирать, ну, то есть очень много нюансов есть, поэтому в ансамблевой игре сравнивать, в камерных ансамблях сравнивать там скрипачей и пианистов, кому сложнее, я бы не стала, потому что там идёт совместная работа, там то пианиста, главная партия, то у скрипача, и им нужно делать с этого конфетку, да, а если кто-то начинает перетягивать, и делать на себя быть солистом, или наоборот, скрипачам приходится где-то прятаться, потому что мы привыкли, да, ага, здесь партия основная, здесь побочка, побочка, как я её назвала, ну, то есть понимаете, да, какой-то ансамбль выстраивать, а если человек не привык этого делать, то будет проблема, да, перекос, и то же самое скрипачи бывают такие, очень такие, вот я играю как хочу, а ритм не держим, а у пианистов бывает так, что с ритмом получше, да, тут нужно скрипачам прислушиваться к ритму, поэтому, ой, ансамблевая игра, это такой тёмный лес, я вам скажу, поэтому, надеюсь, я ответила на ваш вопрос, и насчёт игры, тоже в ансамбле, она сдавала экзамен девочка, моя однокурсница, пианистка, она всё время такая заморачивалась над каждой ноткой, там всё время в музыке жила, да, все с неё смеялись немножко, что она такая странненькая, слишком, да, потому что у нас музыканты уже стали приземлённые, есть такой момент, что талантливый человек сыграл, пошёл там, не знаю, своими делами заниматься там, не знаю, абсолютно не связанными с музыкой, как бы более приземлённые музыканты есть, такие талантливые, а та девочка всё время в музыке, над каждой ноткой работала, переживала, Да, вот это вот в душу вкладывало, было видно И все с нее смеялись, что концертмейстеры у нее менялись То есть иллюстраторы, скажем так, да, которые помогают дать экзамен То есть в доэте играют И все смеялись, смеялись А девочка вышла и сыграла лучше всех на самый высокий балл И вот настолько ее игра была выразительной Настолько она хорошо работала над каждой ноткой Поэтому тут уже вопрос добросовестного отношения к музыке Если вы играете ради оценки, то, как говорится, лучше не играть, да Нужно играть для себя, для своего уровня, для своего качества Для того, чтобы быть музыкантом хорошим А не для того, чтобы, ну да, оценки часто субъективны Бывают часто несправедливые Вы можете заметить, как многим талантливым музыкантам занижают А есть еще такой момент, как конкуренция Что другие педагоги специально занижают оценки Такие межличностные отношения в академиях и в колледжах Так что вы должны понимать, что оценка это такое, ну, не всегда соответствующее Уровнев бывает Один учитель с кем-то поссорился с другим Тот начинает ему оценки занижать, как-то так относиться предвзято Ну, вы должны тоже этот момент понимать Поэтому не смотрим на оценки Смотрим на то, как мы играем, развиваемся И становимся лучше себя каждый день Еще так немножко смешно, когда начинается эта борьба, да Типа, мы пианисты, нужно играть двумя руками Нам так сложно У нас так все сложно Ребят, скрипачи по-вашему играют Одной рукой, одной ногой, не знаю, одним пальцем или что То есть для вас шутка, когда здесь нужно играть одно А здесь совершенно в другую сторону вести смычок, раскоординация Намного более сложнее Я помню, как я начинала играть на фортепиано И вам скажу, освоить две мелодии разными руками не составляло такой сложности Как освоить элементарно просто ведение ноты по пустой струне Смычком и здесь что-то играть Ага, здесь что-то играть Это уже попозже Хотя бы просто держать руку и вести смычок Так что все жалобы насчет того, что ой, двумя руками, раскоординация Не принимаются, это абсолютный бред Вы можете начать научиться играть на скрипке И понять, что там все то же самое, а местами хуже Поэтому не могу ничего сказать по этому поводу В защиту пианистов, потому что играю на фортепиано двумя руками И прекрасно это все осваивается Нужно просто заниматься Нету в этом проблемы В скрипке проблема была Я на скрипке играю 7 лет и мне легко А знаете почему? Потому что слава вашему педагогу Есть очень много студентов или учеников, которые заканчивают музыкальную школу И такие Я такой талантливый класс, все, я играю Но никто не понимает, что на самом деле Это большое счастье попасть к педагогу Который на самом деле надрессирует где-то местами Где-то местами просто помучают вначале с постановкой И тогда уже ученик играет, не задумывается Заканчивает школу, у него все получается Все легко и просто Но вы должны понимать, что это заслуга педагога Особенно что касается детей, которые там начинают хвастаться Что я в музыкальной школе был звездой, мне все легко получалось Нет, давайте честно, у вас все легко получалось Потому что вас хворили, чтобы вы продолжали заниматься чтобы вы не бросали, а да-да-да, правда такова. Весь труд как раз-таки принадлежит педагогу, который с вами это всё слепил и сделал. Потому что если человек сам всего добился, он не перестаёт дальше продолжать заниматься. И у него нет такого, что «Ой, я была талантлива, а потом перестала». Нет. Если человек сам всего добился, он будет продолжать заниматься даже для себя, он всё равно будет развиваться сам. А если человека натаскали, надвессировали, то всё-таки «Будем честными» — это труд педагога. Я не хочу никого оскорблять, но правда такова, что «Будем честными», очень много педагогов восхитительных, которые просто дрессируют учеников, и получаются замечательные музыканты, лауреаты между двух конкурсов. Но потом вопрос, почему они тогда бросают, почему они без педагога не могут продолжать заниматься, как без мамы привязали всё, не могут дальше существовать, не сепарировались. Очень много таких ситуаций, когда человек талантливый, все конкурсы выигрывает, а потом всё не играет, не может. Ну, есть, конечно, психические там переломы, что там надоело, устал, всё такое. Но, как правило, очень много таких ситуаций, когда с учителем, когда клевали, как говорится, в голову. Человек всё делает, а сам по себе не может. То есть нет внутренней самоорганизации и нет самодисциплины. А без этого, ну, извините, невозможно стать музыкантом, если у тебя нет самодисциплины. Вы можете мне какие угодно байки рассказывать, что ой, там талантливый, ой, музыкальный, всё такое. Это всё чудесно. Но самодисциплина, да, это наше всё. Ещё очень замечательное такое предложение, предложение, а, заметка, не знаю, как назвать правильно, Руфурский 590. А почему я скрипачка уже как 10 лет, но при этом нету синяка? Потому что, потому что у вас очень хороший подбородник. Я вас поздравляю, и очень хорошо мостик выбран, и подбородник, и всё настолько идеально прилегает, прилегает к шее, что у вас не остаётся синячка. Это замечательно, в идеале так и должно быть, да. Кстати, у нас есть очень классные в фирме подбородники, которые производит фирма Витнер, антиаллергические, как это называется, да, антиаллергичный подбродок. И они, кстати, очень классно подходят всем, они универсальные, и как раз таки не оставляют этих синячков. Так что, если у вас, скорее всего, такой подбородник, или какой-то определенный, деревянный, но довольно-таки удобный, который вам подходит, то я вас поздравляю, вы выиграли в лотерею, потому что это не такое уж лёгкое дело подобрать себе идеально все запчасти, скрипки, чтобы всё подходило, ничего не варило. Поросеники на шее, бред полнейший, видео странное, пишет Данил, 2, 3, 18. Не знаю, может, не видно. Не видно, потому что занимаюсь меньше, чем в академии, но что-то тут осталось ещё. До встречи! Продолжение следует... Продолжение следует...